Материнский капитал на второго ребенка. Материнский капитал на второго ребенка в текущем году будет выдаваться по новым правилам. Изменения коснулись возможности расходования финансов. Кто имеет право его получить? Сколько выплатит денег? Что такое материнский капитал? Маткапитал – мера государственной поддержки, выплачиваемая семьям, в которых родился второй либо последующий малыш, если ранее право на использование средств не было оформлено. Сумма детской выплаты – 453 026 рублей. Особенности. Право на получение финансов предоставляют единожды. Индексирует выплату государство. Если ее размер изменится, сертификат не будет заменен. Сроки обращения в пенсионный фонд после рождения младенца не ограничены. Заявление. На распоряжение деньгами разрешается подавать в любое время по истечении трех лет с момента рождения. Усыновление. Налогами не облагается. Сертификат будет иметь силу только при предъявлении паспорта владельца. Если собственник документа умирает или его лишают прав. Справка перестает действовать. Если сертификат теряется, выдают дубликат. Средства МК выдаются безналичным расчетом. Помощь имеет безвозмездный характер. Возвращать деньги не нужно. В 2018 году в Москве ввели первое новшество. Дана возможность обналичивать средства МК. Для этого малыш должен был родиться после 1 января 2018 года. Иметь российское гражданство. При появлении второго младенца в семье возникает право на помощь от державы. Кто вправе получить материнский капитал на второго ребенка? Полагается тем, кто имеет право на него. Выдача материнского капитала на два ребенка осуществляется следующим лицам. Женщинам, родившим или усыновившим второго малыша. Женщинам, родившим, усыновившим, третьего, если ранее не использовалось право на МК. Мужчинам, единственным усыновителем второго ребенка. Приоритетное право у женщин. Если она не может его использовать, лишена прав, умерла, далее право переходит к мужчине, который является родителем или усыновителем. Если он не желает воспользоваться этим правом, оно переходит к ребенку. Претендовать на деньги он может как в несовершеннолетнем возрасте, так и в совершеннолетнем. Во втором случае имеется условие, он должен очно учиться, но не быть старше 23 лет. Важно. Сертификат дают только при рождении второго малыша. Куда разрешается направлять деньги сразу после получения сертификата? Согласно свежим данным, в 2018 году разрешается направлять средства МК на четыре цели. Первое. Образование детей. Деньги выдают не конкретно на ребенка, а на все семейства, независимо от количества детей. Потратить их разрешается на любого малыша, достигшего третьих лет. Основание. На учебу в Российской Федерации. Учебное заведение имеет аккредитацию. Максимальный возраст студента – 23 года. Это касается не только школ и высших учебных заведений, но и кружков, программ обучения в частных организациях. Имеется один нюанс. Пенсионный фонд перечислит деньги на счет компании в течение двух месяцев, поэтому об этом следует подумать заранее. После появления права на МК семье выдают сертификат. Следующая цель – оплата детского сада. Социальная помощь полностью не оплатит дошкольное заведение, независимо от его финансирования. Детский садик должен отвечать таким требованиям. Должен функционировать в пределах России. Иметь необходимую лицензию. Руководство. Сада должно подписать договор с родителями дошкольника. Оплачиваться должен лишь уход за ребенком. Из капитала конкретную сумму выделяют на воспитание, питание, адаптацию и образование нужд малыша. Не разрешается оплачивать сборы на проведение мероприятий для детей. Деньги можно потратить по достижению ребенком трех лет. Обратите внимание, некоторые дошкольные учреждения принимают младенцев с полутора лет, но это не означает, что можно использовать средства материнского капитала раньше трехлетнего возраста. Еще одна цель – пенсионные накопления матери. У женщины имеется право перенаправить финансы в ПФ или в управляющую фирму. Когда она достигнет пенсионного возраста, будет каждый месяц получать выплату. К деньгам семейного капитала будут прибавлены пенсионные накопления. Важно, мама вправе написать заявление с просьбой передать денежные средства в счет пенсии, а затем отозвать его, если изменит свое мнение. Пенсионное законодательство предусматривает несколько вариантов перечисления выплаты, единожды всю сумму полностью, как срочную пенсионную. Выплату в продолжение 10 лет или ежемесячно. Еще одна цель – покупка недвижимости либо улучшение условий проживания. Это наиболее распространенное направление использования МК. Недвижимое имущество разрешается оформлять как на женщину, так и на мужчину. Квартира должна располагаться на территории РФ. Улучшение жилищных условий подразумевает выплату ипотеки, которая была взята до или после оформления сертификата. Ее разрешается брать еще до рождения детей. Погашать ипотечный кредит разрешается в любое время, независимо от возраста младенца. Полную или частичную оплату покупки нового жилья. Деньги будут доступны только по достижению ребенком 3 лет. Компенсацию строительных работ, если семьей был построен дом на собственные средства до момента получения права на МК. Также компенсируются работы по расширению жилой площади. Если стоимость жилья выше суммы капитала, остаток погашаться не будет. Начало строительства дома. Нужную сумму переведут на карточный счет. Наличные будут получены в распоряжении только после улучшения жилищных условий. Последнее направление. Помощь детям-инвалидам. Главная цель проведения мероприятий, направленных на адаптацию и лечение инвалида, допускается трата финансов одновременно на несколько целей либо их смена. Главное, чтобы это были разрешенные направления и в пределах положенной суммы. Какую цель выбрать, решает владелец сертификата. Цели использования установлены законодательством. Какие могут возникнуть трудности и способы их решения. Для возникновения права на МК существует основное условие. Ребенок, рожденный в семье, либо усыновленный ею, должен быть гражданином Российской Федерации. Насколько известно, наиболее распространенный проблемный момент – получение детской выплаты отцом. У него возникнет данное право в том случае, если он гражданин РФ и является единственным усыновителем ребенка, а также если он является отцом малыша умершей матери. Таким образом, если в семье рождается двое и больше детей, в семье выплачивают материнский капитал именно за второго младенца. Воспользоваться деньгами можно после того, как малышу исполнится три года. Право на выплату имеет как мама ребенка, так и папа. При этом должны быть соблюдены условия. Редактор субтитров А.Семкин